Россия – это страна многогранных и величественных ландшафтов, где на каждом шагу можно наткнуться на удивительные горные массивы. От грандиозного Кавказского хребта до мощного Уральского, от снежных вершин горного Алтая до величественных вулканов Камчатки. Эти величественные формации земли, несомненно, впечатляют своим масштабом и привлекают большое количество туристов и путешественников. Трудно себе представить что-то красивее гор. Как древние старцы они хранят будрость и тайны тысячелетней истории человечества. Горы завораживают, манят к себе, внушают трепет и уважение. Покорить одну из горных вершин мечтает каждый путешественник. В России много горных массивов, и каждый из них имеет свою историю. Среди двух тысяч горных вершин есть свои рекордсмены. Я расскажу о самых главных горах России, о самых необычных, высоких, знаменитых и таинственных. Некоторые находятся на границе с другими государствами. Эльбрус. 5642 метра. Это одна из главных гор России и безоговорочный чемпион по высоте среди покоренных человеком гор. У Эльбруса две вершины, высота которых уходит за пятитысячную отметку. В почти идеальной конической форме горы обязаны своему вулканическому происхождению. Последнее его извержение произошло около двух тысяч лет назад, и, по мнению ученых, он еще может проснуться. У Эльбруса много названий. Тюрки называли его повелителем духов. В Абхазии его называют Гору Блаженных, а грузины зовут Эльбрус Снежной Гривой. Но истинное название ему подарили снежные шапки, лежащие на пиках горы и сверкающие под солнцем. Иранцы назвали Гору Блестящей, что в переводе на местный язык звучит как Эльбрус. Впервые Эльбрус покорился человеку в 1813 году русским академиком Вишневским. Именно он определил высоту двух его вершин. Во время Великой Отечественной войны на его склонах велись сражения, благодаря которым Эльбрус сохранил свое историческое название. Дехтау. 5204 метра. Эта громадина находится на территории Кабардино-Балкарии, входит в состав бокового хребта Большой Кавказской горной цепи. Дехтау только на 442 метра уступает Эльбрусу. Она также считается одной из главных гор России. Крутые и отвесные склоны горы делают ее одной из самых опасных в России. Здесь часто случаются камнепады и лавины, а низкие температуры зимой просто зашкаливают. Тем не менее, были смельчаки среди исследователей, которые покорили ее вершину. Первыми на нее взошли Альберт Маммери и Зарфлоу в 1888 году. Именно они дали горе такое звучное название. Дословно с кавказского наречия «Дыхтау» переводится как «Зубчатая гора». Коштантау, 5152 метра. Эта вершина тоже входит в горный массив Безингийской стены. Ее название означает «гора, похожая на шатер вдали». Покрытую льдом верхнюю часть горы, и правда, можно сравнить с белым шатром. Маршруты, проходящие по северному склону Коштантау, дают возможность увидеть редкое природное явление – мраморный ледник. Разные альпинисты называют восхождение на Коштантау очень сложным или относительно простым. Все зависит от того, как повезет с погодой. Если она благоприятна, подъем по сложным маршрутам будет в радость. Но ветер здесь меняется так часто, что его невозможно прогнозировать. Он может принести с собой осадки, из-за которых путь покроется скользким льдом, сильно замедляющим продвижением. Англичане и швейцарцы, которые первыми поднялись на несколько высочайших пиков Кавказа в 1988 году погибли здесь. Неизвестно, смогли ли они добраться до вершины или попали в ловушку непогоды по пути к ней. Жангитау, 5085 метров. Гора Жангитау считается пятой по высоте на Кавказе и второй в Грузии. Она находится в центральной части Безенгийской стены. Иногда ее называют трехглавой вершиной, а в других случаях выделяют отдельно главную, восточную и западную Жангитау в общем горном массиве. У всех трех пиков высота превышает 5000 метров. Точное значение трудно определить из-за слоя льда толщиной 300-400 метров. На балкарском языке Джангитау означает «новая гора». Почему ее так прозвали, неизвестно. По восточному и западному пикам проходит граница с Грузией. Шхара, 5193 метра. Высочайшая гора в Грузии находится в Сванете, 88 километрах от города Кутаиси. Частично она расположена и в России. По ней пролегает граница между нашими странами. На Кокказе Шхара третья по высоте гора. Она находится в ледниковом хребте Безенгийской стены. На вытянутой вершине Шхары есть 9 высших точек. И ее название означает «девять». На южном склоне Шхары на высоте 2200 метров находится поселение Ушгулия, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранилась традиционная сванская архитектура, часовня XII века с фресками и необычные дома-башни, самые старые из которых датируются IX веком. Эта достопримечательность способствует еще большей популярности горы среди туристов. Казбек, 5033 метра. Название этой вершины Кавказских гор знает каждый. Хотя Казбек только третий по высоте, именно он самый известный. Это спящий вулкан и самый восточный из кавказских пятитысячников. Ученые предполагают, что мощное извержение Казбека в прошлом могло вызвать вулканическую зиму и ускорить вымирание неодертальцев. В последний раз вулкан оживал более 2600 лет назад. Название горы означает «Ледяной пик». Вершина Казбека покрыта ледниками, один из которых дает начало реке Терек. Казбек имеет важное культурное значение. На высоте 4100 метров находится пещерный монастырский комплекс Бетлями. Пещера, в которой он расположен, упоминается в старинных грузинских легендах. А поэт Илья Чавчавадзе описал ее в поэме. Это место посещали Пушкин и Лермонтов. Пик Пушкина 5047 метров. Это малоизученная вершина. Впервые восхождение на пик Пушкина совершил альпинист Виктор Зимин с командой. Это произошло в 1937 году, а по другой версии – в 1938 году. Тогда же вершина получила название в честь столетия со дня смерти поэта. Никаких подробностей об экспедиции Виктора Зимина не сохранилось. И даже неизвестно, была ли тогда достигнута вершина. В следующий раз восхождение совершили только в 2007 году. Мижерги Западная 5047 метров. Название вершины Мижерги переводится как «соединяющая». Это еще одна гора в составе Безенгийской стены. Пятитысячники Дыхтау, Пик Пушкина и Каштантау соседствуют с ней, как и многие другие вершины в этом горном районе Кавказа. Мижерги очень сложна для восхождения. Погода часто портится, маршруты прерываются из-за камнепадов и ледяных обвалов. Впервые восхождение на Мижерги совершил Герман Вулли с командой в 1889 году. Советские альпинисты преодолели эту вершину в 1953 году. Катын-Тау, 4979 метров. Эта гора на российско-грузинской границе лишь немного уступает пятитысячникам. Она тоже находится в Безенгийской стене. Название Катын-Тау означает «гора женщина». Согласно преданию, в здешнем селении когда-то жила молодая девушка, но родители разлучили ее с возлюбленным, разбив ее сердце. Тогда она ушла от людей, чтобы жить отшельницей, и обернулась красивой горной вершиной. Хотя Катын-Тау входит в число самых высоких гор Кавказа, восхождение на нее не настолько опасное. Склоны этой вершины хорошо исследованы. По ним проложены туристические маршруты разной сложности. Горные вершины, манящие и недосягаемые, уходят высоко в небо и оставляют человеку тысячи загадок. Люди всегда стремились узнать тайны гор и стать к ним ближе, поднимаясь на самые высокие пики. Безумно красиво и мудро написал Высоцкий про горы. Он их очень любил. В суету городов и в потоке машин возвращаемся мы, просто некуда деться, и спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Субтитры создавал DimaTorzok